Владимир, который вы еще не видели Реально Кто вот знал, что во Владимире есть вот такое, как здесь Мы гуляем только по главной улице с оркестром И все Всем привет! Я приехал во Владимир Не знаю, как долго я тут пробуду В планах было съездить опять в мостострой Не для кого как бы уже не секрет, что мое видео заблокировали И мне некуда деваться Мне приходится снимать часть 2 Но так как на улице жара Сейчас посмотрим, согласится ли Серега И, в общем, увидим, куда мы с ним пойдем дальше Давайте загадывать не будем Все по обстоятельствам В общем, как-то так Я в районе гаражей Сами видите, где мое в последнее время место во всех моих видео Вот я стою, тут хожу, свечусь, да? Ну, смотрю, куда я хотел пройти Туда пройти нереально Потому что там стоят вон в рыжухах люди И я понимаю, что я без вопросов Сегодня, возможно, там не пройду Тем более вот так вот с камерой, да? Они скажут Братан, а ты вообще куда пошел? Ну, по крайней мере, я бы на их месте спросил Поэтому Все будет видно Что у меня из этого выйдет Сейчас я, конечно, попробую пройти Вон там, где мы проходили с Серегой И потом получится Я должен быть вон за ними уже выйти где-то Ладно, я пошел Обойти у меня этих товарищей не получилось Их вон видно Поехал я в город Мы сейчас находимся Напротив расформированный 44-й учебный танковый полк Воинская часть Номер уж говорить не буду Найдете на Вики-Мафии Меня что, прикольнуло? Что? То есть О Владимире Все машины сразу заедут Вот никого не было Сразу надо машинам поехать О Владимире я все узнаю Больше и интереснее С каждым днем Я вот не знал, что здесь такая тема Мы сидим напротив какого-то КПП номер один Да? Мы вообще нашли как? Мы нашли как вообще? Мы нашли... Да, блин, да они издеваются Повернись на них Их и так видно, да? Да, еще один И еще один Поедем вот до этого До этого никто не ехал Никому никуда не надо было В этом закоупке, так сказать Да, мы шли Мимо нас две с половиной машины Проехало Но, в общем, мы сначала нашли какую-то заброшку Решили посмотреть Что за территория Обнаружили, что вот есть КПП Но оно на вид выглядит Как будто в нем вообще 200 лет никого не было Но мы как раз шли мимо Туда заходил мужик Сейчас мусорка проедет Ещё веселее, да? Вот так вот Да Пока вот их Выключай Как ты сказал? Из всех возможных моментов времени Что у него было Он именно вот Во время записи нашей Приехал вот эту урну Вот, слушайте Ну как, просто тормознулся Вот Да Вычистил вот эту урну И поехал дальше Цирк, ё-май-о Всем пока, пока А это вот живой пример Вы мне многие не верите, да? Типа А, я придумаю всё это хуйню Нихуя я ведь не придумаю Вот вы сами видели Живой пример на записи даже Я сейчас ещё не удивлюсь Что вон тот мужик с КПП Он сидит там И следит за нами Чё мы делаем? Потому что нарисовались Какие-то два мутные, да? Ну, его глазами Я ещё его увидел Такой сказал Опа Типа, надо же Сейчас смотри-ка Тут ещё и люди есть, да? И потом он такой встал Долго на нас смотрел А мы сели, получается Вот на этой остановке Напротив него, да? И начали записывать всё это Вот сейчас опять тишина Включили камеру Сейчас вот, один выше Но он не в счёт Ну да, это одна машина Нет, две Вон они едут, да? А третий едут? Третий нет Ну ладно, эти две не в счёт Оп Тишина Оп Ну да Как я тебе всегда говорил Три машины И именно в эту сторону Погорадчика А только что мы сидели Опять четыре минуты Ничего не было Ну вот, началась Ну это ладно Я тебе со светофором ездил Ну один же ничего Ну да А тут даже он не приедет Вот если там, как ты говоришь Светофор Там ладно Там может и совпало То оттуда тут ещё Сразу резко заездили Да И причём начали выезжать из дворов Тут же вот Дворы какие-то Мы же вообще в этом районе Первый раз Я вообще не знаю Где я нахожусь Я если вам ещё Расскажу кое-что здесь Про троллейбусное депо Вы мне просто всё равно Не поверите Потому что Кто меня плохо знает Они думают Что я всю эту хуйку выдумываю Я тут много чё сказал Но Как всегда Вот эти глюки С этими экранами Ну как тут матом не ругаться И вот они короче Вот эти маршрутки Прикольные Да В общем Если я ещё расскажу Что Тут стоит вот недалеко от нас Троллейбусное депо Я же здесь В этом районе Первый раз Я вообще здесь никогда не был Но мне всё равно не поверят Да Я может когда-нибудь расскажу В другом видео Если кто-нибудь напишет Вообще про это Если до этого места Даже досмотрит видео Не Мы не поедем Можно не оставить Аплёд сюда Ты поедешь Мы не поедем никуда Он ещё До конца До конца Продолжал Хороший человек Надо было ему помогать Мы не поедем И король Я просто видел Как до конца Самого там Самого края Ну да Тормозил Тормозил А потом понял Что он утащит И короче Короче В общем Сбила Сбила мысли Эта маршрутка Ладно Да Уток нет А голуби Это Неправильные утки Я конечно Рассчитывал Уток посмотреть Есть ещё В одном месте Там есть Утки Сто процентов Но Относительно Этого места Я не знаю Как туда попасть Быстро Красота Да Говорю Вон домик плавает Какой Непонятно Второй живот Да он стоит Посередине Там утки Должны быть Но уток нет А где утки? Уток нет Хрен знает Ладно Чё Пойдём Дальше Пацанам Из группы С122 Большой Как говорится Привет Пойдёмте Думаешь Там Нету там Пёсов Да Ну и хорошо Что нет Мы подходим К дороге К железной Это было ближе Да Это было ближе Ты прав Казалось Это всё дальше Там Вон какой-то Чувачок Блюёт Наверное Стоит Там чуть Подальше Два Каких-то Чувачка Ну я Не знаю Вот Серёгиного Возраста И они Там Такой Один Жирный Будет Потолще Меня И он Такой Говорит Типа Да Я бы Ему Один Въебал Мы Такие Развернулись Думали Может Это про Нас А смотрим Это Про Того Пацана Базар Идёт Вон Кстати Тот Пацан Пошёл Назад Вон Судя по всему Вот это Предприятие Впереди Называется Мукомол Вот так Вот У нас Тоже есть Знакомый Мукомол Но Колхоз Светлый Путь И трактор Ты давай Только это Аккуратнее Здесь Ласточки Летают Мало Лечо Это же Дорога На Москву Вот Так Загадочно С этой С этой Стороны Выглядит Владимир Здесь Уже Тропинка Скоро Вот Эта Тропинка Ведёт К пруду А потом На ту Железную Дорогу Которая В мостострой Идёт Ну вот Мы не сняли Утку На том Пруду Зато Есть Утки Вон Утки На этом Да Но Они на той Стороне Жаль Видно Их нет Не вижу Увеличивать Смысла Нет Резкость Потеряется Всё Нас Увидели Понеслось Но Она За ней Да Не Ну На большом Экране Должно Быть Хорошо Видно Ну Поезду Надо Поехать Вот Посмотрите Только Тишина Была Вот Реально Вот Только Что Была Тишина Мы достали Давай Поснимаем Опа Я Охренею Ну Что Кто-то Ещё Верит Что Мы Это Придумываем Мы Сейчас Идём На Другую Железную Дорогу Да Вот Этот Мукомол Мне Было Интересно Попасть Вон Туда На Самый Верх Вон Где Три Окна Но Вряд Ли Когда Это Произойдёт Скорей Прилетят Инопланетяне И мы Улетим С Этой Планеты Пойдём Железку Сматриваем Раз Железка Вот Это Первая Железка И тут Где-то Вторая Должна Вон Да Вот Всё Скорее Мостостроевская Та Наверное Чё-то там Везёт Мотоциклистов Иди сюда Сейчас Айки Проедет Приколись Да И куда-то Это Из труда Течёт Вон Смотрю Куда Дальше Утекает Куда Я вижу Что-то Это Какой-то Заторг Сидёт И откуда Он течёт Короче Он Течёт Куда-то Вдоль Дороги Угарно Владимир Который Вы Ещё Не Видели Реально Кто Вот Знал Что Во Владимире Есть Вот Такое Как Здесь Мы Гуляем Только По Главной Улице С Оркестром И Всё Показалось Что Ещё Чё-то Едет Сейчас Эта Дорога Должна Сойтись С той Через Которую Мы Переходили Которая Идёт На Москву Вот Эта Железка На Карте Показано Что Они Сойдутся И Вон Та Вторая Дорога Которая Уходит В Сторон Мостостроя Я По Карте Смотрел Она Идёт Туда Возможно Это Не Та Самая Дорога Но Какая То Может Примыкающая Хотя Кто Его Знает А Вон Их Стык Вон Их Стык Да Ну По Моему Уже Стрелки Нет Да Нет Ладно Пойдём Смотреть Стрелку Мы Нашли Ещё По Моему Дорогу Вот Смотрите Раз Да Два И вон Там Трия Вон Там Мостостроевская Не попадём Мы к Третьей Дороге Здесь Полный П Придётся Полюбоваться Ей Отсюда Из-за Берёзы Ну Мы Где-то Пересечёмся С ней Там Посмотрим Там Что Будет Правильно Идём Стяжки Из Арматуры А вот И Старая Стрелка Только Что-то Самой Стрелки Я не Наблюдаю А Вон Она Здесь Иди Аккуратнему Прикольно Да И птиц Павлю Красота Смотри Стрелка Оказывается Рабочая Да Смотри Смазанная Я Что Хотел Рассказать Про Стрелку Сейчас Я её Подшагну То есть Когда Вот это Переходит Сюда У них Там Где-то На пульте Срабатывает Лампочка Но Это В идеале Так должно Быть Если Вдруг У вас Попала Сюда Нога И Вас Зажало Стрелкой Ну Мало ли Вот Бывает Тогда Кто-то Сунул Ногу То На пульте У них Не покажет Что Стрелка Пере Это Переключилась И Поезд На вас Не поедет Скорее всего Придёт Ну Вот Примерно Такая Бригада Только В оранжевых Безрукавках В рыжухах Проще Говоря Придут Люди В рыжухах Проверять Что Со стрелкой Не так И увидят Что У вас Нога Застряла Вас Наверняка Спасут Вопрос Что Будет С вашей Ногой В какой Обуви Вы Были Если Вы Были К примеру Какой Нибудь Супер Берс Или В Гриндерсе То С вашей Ногой Будет Все В Порядке Но Если Вы Были Вот В таких Кроссовках Я Думаю Ласта Вам Обеспечена Ладно Давай Саму Стрелку Сейчас Посмотрим Вот Она Заперта Она Не Переключается Вот Замок Лежит Сердечко Хотя Знаешь Замок Кто-то Другой Совет Да Любовь Маньяки Интересно Вы Долго Прожили То У вас Сейчас Совет И Любовь Или Ты Уже С ним Развелась Ты К примеру Дама Кто Совет Да Любовь Здесь Вешали Ты Когда-то Выходила Замуж За Самого Лучшего Мужчину Возможно Ты Теперь Развелась С этим Козлом У меня Вопрос А что Ты С ним Делала Что Он Из Нормального Мужчина За Которого Ты Выходила Замуж Превратился В Козла Как Так Вот Жиз Мистика Это Была Лирика В стиле Мужского Движения А Вот Сама Стрелочка Скольно Вот Эта Хрень Но Не Тяжелая Я Думал Она Тяжелее Ладно Мы Ничего Тут Не Будем Дергать Но Прикольная Штука 501 Да Все Идем Дальше Как Вы Думаете Святой Источник Пойдем Посмотрим Вроде Дерьмом Не Пахнет Оу Эхо Такое Иди сюда Поближе Там Есть Столь Небудь Надеюсь Слышит Не Ну Слушай В теории Вода Чистая Но Я Не знаю Ну Не резко Нет Ну Смотри Все Похоже На То Что Отсюда Набираем Да Угу Видишь Был Какой-то Забор Че Здесь Как Здесь Видно До сюда Еще Просто Не Дошли Бизнесмены Такие Бородатые Вот С такими Цепурами Как У Рэперов И Не Навешали Здесь Свои Атрибутики Но Мне Все Равно Интересно Куда Это Дальше Все Впадает Считай Вот Еще Один Ручей Да Если Это Можно Так Назвать Может Конечно Там Стоит Какое-то Химическое Предприятие И Я Тут Такой Аааа В кислоте Руки Помыл Да Ну Смотри На Удивление Даже Труба Все Равно Чистая Там Извести Особо Нет Никакой Вон Так Какой-то Налет Как в пруду Вон Видишь Водоросли Чуть-чуть Растут Я думаю Водоросли В плохой В воде Наверное Не росли И Хвоща Здесь Очень Много Кому Нужны Лечебные Травы Вам К этой Трубе Я Уже Забыл Отчего Хвощ Но Нормально Отчет Он Там Помогает Ладно Мы Идем Дальше Сейчас Я Еще Тральну На эту Тему Это Видимо Знак Свыше Другого Ничего Быть Не Может Вики Маппе Показывал Какую-то Развалину И Вот Мы Ее Нашли Она Существует Тоже Чем-то Похоже На Водокачку На которой Мы были Но туда Мы можем Пройти Там Есть Тропинка Сейчас Мы Полазим На Забросе Очень Похоже На Такую Же Водокачку На Которые Мы Были У Реки Клязьма Если В ту Я Не Смог Залезти Как Вы Все Видели В Эту Получится Зайти Без Проблем Она Такая Стоит Как Какой-то То ли Башня Замка То ли Бункер Старый Разбитый Вот Так Вот Да Круто Смотрится Я Ее Сейчас Попробую Обойти Со Всех Сторон Но Когда Заберусь К ней Наверх Сейчас Я Если Смогу Здесь Залезть Ага Вот И не Смогу Я Говорю Эти Кроссовки Хреновые Так Что Ребята Пробуксовочка Ага Все Я Нашел Куда Поставить Ногу Оп Но Все Равно Серега Пришел Другим Путем Так Что Мы Тут Имеем Имеем Много Воды Ну Конечно Шесть Шесть Я Знал Куда Прийти Я Же Говорил Тот Крест На Дороге Не Иначе Был Знаком Свыше Видите Мы Пришли Ладно Не Буду Тролить Ну Такой Срач Здесь По Другому Это Не Назовешь Прикинь Сколько Тут Фанфуриков И Пиваса Всякого Выпит Прошу Сюда Еще Неизвестно Какая Здесь Глубина Так Ну Че Чем Знамениты Российские Граффити Конечно Же Писюнами Я Я Просто Ну А Ну И Соответственно Вот Такой Написи Да На Другого У Многих Почему То Ума Не Хват Хватает Так Что Еще Сам Никита Это Как Оскорбление Звучит Да Ну Ладно Мы Не Никита И Это Самое Главное Интересно На Второй Этаж Попасть Я Могу Как А Есть Ли Вход На Второй Этаж Нету Входа На Второй Этаж Вот Такая Оставшаяся Часть Квадратная Пристроечка Здесь Валяются Какие Это Следующая Часть Узкая Комнатуха Непонятного Предназначения Так Ногой Я Чуть Не Провалился Сюда Сейчас Если Бы Можно Было Все Таки Попасть Наверх Было Было Круто А то Вон Только Те Отверстия Видно И Все Ладно Хотя Бо Так Здесь У меня Умирающий На солнце Серега Которому Нахрен Это Ничего Не Надо Ну Куда Ты Побежал Не Я Не Утверждаю Что Они Ушли Сюда Здесь Как Мы Видим И Пройти То Толком Не Получится Здесь Течет Этот Ручей Который Мы Снимали Ранее Хотя Блин Чуть Не Уехал Туда Хотя Знаешь Что Здесь Трубочка Под Железкой Пошли Здесь Вот Такой Стремный Проход Через Который Придется Прыгать Опа Вот Нормально Вот Так Вот Как Я И Говорю Живешь Живешь И Не Знаешь Что Здесь Есть Такое Вот И Ответ Куда Уехал Мотоциклист Угарно Мотоциклист Мы 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 Здесь Не Пройдем Ну Сейчас Посмотрим Хотя Бо Не Не Я не Про Это Мне Просто Интересно Где Это Ну 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 Опять Ну Про что я всегда говорю Как говорится, вас всегда кто-то Видит Не, в теории Здесь не глубоко Снимай без ширика, чтобы я поближе Оно без ширика и так А я на ширик ставил Блять, сгиба у меня телефон А камера меня не устраивает тем Что ее хватает снимать на 50 минут Вот берешь любую камеру И, блин, в 2 часа там Типа написано, что будет снимать Ты эти 2 часа не снимешь Потому что Что там? Ладно? Ее ширика? То есть будет заявлено Вот у меня камера Sony Да, старая, дисковая С маленьким диском Заявлено, что 2 часа 2 часа она снимает Базара нет Но пока ты То настроишь, то это То включишь Точно, да? Будь здоров И получается, что По факту Ты снимаешь где-то ровно час На этот телефон Я могу в конце В двухчасовой снимать Не переживать Что у меня аккумулятор сядет Вот поэтому я телефоном И пользую Здесь смотри Здесь В принципе Здесь не глубоко Вопрос только в другом Где мы вы Арку все видно? Я имею в виду На ширик Включи И так далее Нормально ставлю? Сейчас я туда схожу Посмотрю, что там Там частный сектор Там дома Частные Пойдем По железке Может куда выйдем Вот такое здание Но я не знаю Ворота валяются Но в то же время Они вроде как И заделаны Рабочие Нерабочие Непонятно Какие-то развалины На вики-мапе Ничего толком не написано Но явно кто-то Заделывал Ворота Где зайти пока не знаю Сейчас увидим Сейчас увидим Вон в том доме Я думаю Лучше нас знают Что это Заброс Или нет Все ворота Раскрыты Все Взломано Но все залазы Они вот так Заблокированы То деревьями Срубленными То еще чем-то На окнах решетки Непонятно мне это все Ну ладно Сейчас мы Увидим Вот живой вам пример Окно Но опять Я в него не залезу Судя по всему Вот эти ветки Да? Да я Рассуждаю вслух Не обращая внимания Судя по всему Вот эти ветки Срубали Железнодорожники О! Мои любимые Светофорчики Которые синим горят Прямо Люблю эти Светофорчики С детства Когда еще Ездили К родственникам В Баку Я постоянно По железной дороге На всех остановках И на всех Типа сортировочных Станциях Смотрел Ночью Вот на такие Светофорчики Так Серега Идем аккуратнее Здесь все Стрелки рабочие Вон там Переходим Вон на ту сторону А то тут Все скорее Где нибудь Уже тепловизор Нас палит Электропоезд из Коврова Значит мы практически Близко у вокзала В теории Хотя мы даже До моста Не дошли И я вот сейчас Иду По рабочей Железке Не Не Это заброс Но как на него попасть Вот в чем вопрос Не Во Пошли по тропинке Опять Вот так вот Если я сейчас Найду Туда вход Мы обязательно Туда зайдем Блин Вот есть вход Но туда тоже Не пролезешь Там что-то Все срано И завалено Две канавы С той стороны Забора И с этой Ладно Идем дальше Блин Тут заикой Станешь Она так Резко бывает Начинает говорить Синенький Светофор Я себе В детстве Такой домой Хотел Реально У него ночью Красиво Светится Все это дело Тоже он Чего-то Столбы Какие-то Стоят Чего-то Да Непонятное Чего-то Где-то О Ворота По крайней мере Нашлись Сейчас Подойдем К воротам Не заварено Заварено Вся территория Непонятно Я говорю Охраняется Она нет Перейти До стрелок Вон Вон Ворота Идем Так давай Переходи Аккуратнее Блин Не утонуть бы Здесь 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 Осторожно Ну что Ребят Похоже Я в этот Заброс Не попаду Ворота Все Закрыто Решетка Решетка И Вон Замок Здесь То же Самое Но Обратите Внимание Рельсы Кто-то Красит Ходит До сих пор Да Попасть туда Не получится Здесь Вот Какая-то Водища Течет Везде Тоже Какие-то Ручьи Непонятные Не Ребята Здесь Все Замотано Но В теории Вот здесь Можно Размотать Смотрите Никаких Как я Люблю Говорить Запрещающих Надписей Нету Что туда Нельзя Значит Это Бесхозная Территория Раз Там Уже Вот так Все Заросло И никому Это не нужно Вон Серега У меня Стоит Вот Там Уже Видно Что там Стоит Экскаватор Допустим Новый Да Так Кстати Камер Я тоже Не наблюдаю Здесь Никаких Ну Как бы Ничего Нет Есть Только Железка На территории И все Это Такое Чуть Что не Хоже На 200 Лет Ладно Ну Вот Это Территория Нет Видите Стоит Вон Экскаватор Правильно Я сказал Значит Здесь Есть Охрана Но Скорее Всего Она Ни хера Ни зачем Не смотрит Потому Что Это Просто Не Объект А Сказка Он Находится Хрен знает Где Сюда Не проехать Не пройти В прямом И переносном смысле Я думаю Тут даже Собаки Нет Здесь Сидит Какой-нибудь Товарищ Из витязя Вон В том Здании И спит Сутками Напролет Или Смотрит Любимые сериалы В общем Хорошая у человека Работа Все Что я могу Прокомментировать Идем дальше Вот здесь Написано Склад Ну Склад По третьему пути Замечен Обскольцово Чего Иди сюда По третьему пути Я не знаю Может это Про нас Блять А А А причем тут Я Ну ты видишь Здесь где-то Камеры Я не вижу Песы Ну Блять Мы Мы Наверху Собаки Собаки Песы Ну Вы Чего Гавкаете Мы Тут Чисто Идем Нам Тупо Пройти Ты Стой Здесь Я Все Равно Возвращаться Буду Похоже Да Собаки А Собаки Слушай А это Те Собаки Которые Там Были Песы Вы Чего По всей Железке Ходите Что Собаки Песики Да Это Они Это Те Три Собаки Что У Нас В Предыдущем Видео Собаки Пойдем Зачем Будет Собак Кормить Сладкими Булками Ну Легу Посмотрим Как Они Меня Съели Ну Съесть Не съедят Но Может Чего Отгрызут Да Ничего Не Понятно Дело Ну Если Пока Меня Не Есть Будут Убежать Да Не факт Что Они Даже Начнут Сейчас На нас Лавить Вон Они Успокоились Как Не 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 Факт Но Я Перестрахуюсь Ну Я Понял Не Ну Самый Бешеный Это Рыженький Остальные Ну Убежать Сейчас Пяус На 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 Покушай На 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 Тет На Лови Опа Ой Булочка Смотрите Какая Булочка Лови Черненький Кус У нас Нету Только Булочка ну я же говорю вот эти твой вообще не опасно только вот самый-самый иди попробую а съел он булочка на тему на эти уже но тот же съел на и ты попробуй на все у нас только вот съел а эту который черненький съем не хочешь как хочешь головы не прижимают а то самое гречерный у черного глаза добрый да ты видел он такой не жрать хочет а я знаю почему ты лаешь ты чипированный тебе обидно вот так чипированный себя чувствует вон на той стороне стоит на кирпичах серега сказал раритетная волга по-моему это волга такая морда у нее красивая на ней аэрография делается ребят я уж не буду слезать тут все таки высоко я ее просто вот так сниму не серег она не на кирпичах смотри она просто давненько стыну они и смотри мне кажется они начали восстанавливать как будто смотри они аэрографию крыша зеленые это остальное качество ржавое но это что-то давно я такую тачку не видел реально давно смотрите как мы увязались да мы ушли и как раз едет поезд а поезд едет именно по той линии по мостостроевской вот надо тогда совпадение на совпадение правильно ведь ведь это не могло произойти намеренно это же все случайности это так обычно не люди говорят вышка вот короче находимся между двух железных дорог московская линия но за этими кустами и тумская линия откуда едет этот электровоз вот так что тут еще сказать больше нечего он далеко а прикинь мы могли идти и он мог вообще мимо нас проезжать там да было бы еще шикарнее но это бы было не так интересно как мы пробирались через собак через все и еще и поезда заметь вот на этой железки нет проводов на ней можно ехать в вагоне в поезд но тогда видео тоже заблокируют блин там лестнице смотри какие уебищные нету этих видишь простые лестнице ну в такую ты точно не полезешь вопрос решился сам собой здесь слишком много народа датчиков движения у них тут нету визуально но и между этими нету вот это точно фильм это вышка то или как он там назывался вот на такую залезешь и тебя точно будет мчс оттуда снимать а чтобы народ чтоб народ не лазит смотрите тут тоже какой-то дом да много мы не знаем про владимир здесь вон целая организация там какие-то опять развалины впереди дорога неизвестно куда идемте сюда вообще едет какой-то паровоз как будто нет электровоз блин жалко просто дымит как этот но было круто было круто сегодня нам повезло вот я считаю нам сегодня повезло пуслана мы на заброшку не попали с собаками поугарали еще и электровозы ездят смотрите блин вот то я не могу теперь это сказать а то у меня опять заблокируют видео но вы мою мысль поняли смотрите с какой медленной скоростью они здесь ездят это же круто какие то в общем за такой вагон можно сделать то о чем нельзя говорить да ладно видно немножко не нифига не видно да вот тут видно и здесь смотри они еле едут да мне кажется у них ограничения по скорости я знаю там 27000 вольт по проводу идем там же электро поезда все потому что как тогда сказал максим я уже повторяюсь он не сказал серега 27000 вольт даже не думай это вот на старых столбах такое вон там еще деревянный столб там тоже в точности такая же железочка приделом я бы потроллил насчет потроллил бы насчет альтернативщиков но я уже наговорился я не знаю что еще сказать мы подходим как я думаю к переезду на котором мы были год назад мы около него постояли посмотрели на железную дорогу и ушли в обратном направлении а вот этот поезд едет назад рем путь люблю я все таки железную дорогу я просто у тетки лето проводил она жила ну сколько метров наверное 50 от дороги я думаю от железной и вот когда вагоны вставали на железке там перед поворотом на терховице мы в детстве зацеплялись за вагон и доезжали в районе трубочки спрыгивали потому что поезд еще ездил медленно так что можно сказать что я в детстве занимался трейнхопом смотри дом сгорел работа на куда день хоть не так жарко супер а у нас по-моему в городе вообще нигде не осталось ни одной колонки до может я в них вода до сих пор чистая ладно давай пойдем дальше я думаю на этом наш видео подходит к логическому завершению если я что-то еще сниму то все скорее это выложу отдельным видосом всем пока надеюсь вам понравилось поезда стоят на ненуж ты так в наглую туда не заходи угарно да вот так ладно у тебя опять футболка задралась сзади походу это надолго целый состав если сюда прыгнуть можно до вокзала доехать и и и и и и и